Игровой андроид фреш И мы начинаем! Начнем сегодня с игры Button Jump Это аркадка, в которой вам предстоит управлять пуговиц И ваша задача это спасать друзей Главная наша цель это коснуться всех пуговиц за один прыжок И тогда мы проходим текущий уровень Игра по механике напоминает старую добрую Angry Birds Но правда здесь все гораздо сложнее Свету хорошенько прицеливаться и продумать траекторию полета И тогда думаю у вас все получится При этом на карте будет очень много разных препятствий, шипов А также блоков, о которых мы будем отлетать Само собой все это дело очень сильно усложняет игровой процесс Поэтому вряд ли вам будет легко Кстати здесь есть 4 блока уровней разной сложности Поэтому думаю всем будет интересно Доступна игрушка бесплатно Ну а мы идем дальше И следующая игра это Subway Roof Довольно добротный раннер на тему метро Я не знаю как так и получилось Но главный герой данной игры оказывается на крыше вагона метро Само собой жизнь наша висит на волоске И нам нужно что-то с этим делать Мы будем уворачиваться, приседать А также перепрыгивать встречные преграды Цель в общем-то здесь стандартная Это продержаться как можно дольше И набрать максимальное количество очков Здесь кстати есть 2 вида управления Это кнопками и свайпами А также 2 типа уровней Из уровней нам доступен дневной и вечерний режим И само собой вечером будет гораздо тяжелее Игрушка на самом деле довольно сложная Так что готовьте свою реакцию Также думаю стоит выделить графику Здесь очень все красиво нарисовано И играть одно удовольствие Игрушка доступна бесплатно Так ну а теперь давайте посмотрим на аркадки И у нас очень классная игрушка под названием Башня судьбы Мы открываем сундуки с золотом Собираем драгоценные кристаллы И избегаем опасностей Здесь мы играем за такого вот очень милого персонажа И наша основная цель это забраться как можно выше Управлять нашим героем мы будем очень просто С помощью тапов по экрану Таким образом мы будем перепрыгивать через препятствия А также в стиле старого доброго Марио Расправляться с врагами Врагов кстати здесь будет очень много В общем-то точно так же как и опасностей Это различного рода драконы Пропасти, лавы, шипы и многое другое Также на уровнях вы встретите множество бонусов Которые уверенно облегчат игровой процесс Ну а уже на заработанные монеты и кристаллы Мы будем открывать других персонажей И прокачивать свои навыки В общем игрушка получилась очень интересной Так что обязательно зацените Майти Бокс 2D платформер под дождем На улице разыгралась с необычной силой штормовая погода И дождь льет как из ведра Помогаем нашему персонажу сделанному из картонных коровок Не промокнуть и сухим вернуться домой Перепрыгиваем через лужу Укрываемся от дождя Собираем по пути монетки И спасаем щенков Как видите игра выполнена в таком очень красивом стиле И лично меня всегда такой формат отцеплял Стоимость ее составляет 148 рублей Ну а следующий участник нашего обзора это Offroad Drive D Это очень классные гонки по бездорожью Это одна из самых реалистичных игр для андроид по бездорожью С очень классной графикой Играя в данную игру вы будете испытывать острые ощущения от вождения В этих экстремальных условиях Вашем распоряжении удивительные внедорожники, грузовики, джипы и еще раз джипы Привод от 4х4 и просто замечательное физикодвижение В общем если вы любите экстремальные гонки, то точно стоит попробовать Стоит игрушка 203 рубля Flight of the Amazon Queen Очень классный квест на андроид Игра перенесет вас в далекий 1949 год Наемный пилот по имени Джо Кинг соглашается перевести кинозвезду Фэй Рассел в джунгли Амазонки Разумеется через 3 минуты после старта игры все немедленно идет не так как задумывалось Сначала Джо запирает в номере его конкурент Потом самолет разваливает над джунглями А на самом острове сумасшедшие ученые выращивают армию послушных динозавров Такой вот здесь дурдом творится И если после этого вы не заинтригованы, то с вами явно что-то не так Стоит игрушка 214 рублей Ну и последняя новиночка на сегодня Игрушка Massive Это пиксельная стрелялка Это кросспортформенная экшн стрелялка в пиксельном стиле В которой вам предстоит взять на себя роль уничтожителя всевозможной нежити Игровой процесс здесь довольно простой Управляя героем с видом сверху, ваша основная задача это перемещаться по локациям Собирать всевозможное вооружение и конечно же его использовать Пострелять вам здесь придется очень много, так что готовьтесь Ну что ж, а с новиночками мы заканчиваем и теперь немного новостей Скоро на наши девайсы выйдет новая игрушка Boxi Kingdom Данный проект соединит все черты данжен-кроулеров и Crossy Road В этой игре вам придется сражаться с врагами в подземелье И перемещаться по местности в духе персонажей Crossy Road Разработчики уже показали 30-секундную видеопревьюшку своего нового тайтла Так что думаю, что релиз уже будет очень скоро Фантастический шутер Leap of Fate готовится к выходу на мобильные платформы Точной даты релиза, к сожалению, пока что не назвали И известно, что это произойдет только через несколько месяцев Leap of Fate совмещает в себе элементы шутера и рогалик, а также фантастику и фэнтези В роли одного из четырех техномагов игроку предстоит очистить улицы Нью-Йорка от полчища нежитей и демонов Каждый из предложенных персонажей отличается собственным стилем боя, что сильно влияет на игровой процесс По-моему, очень интересно выглядит данный проект, так что будем ждать Ну и последнее на сегодня Мистер Фьючер Ниндзя изометрическая стелс-головоломка Нам рассказывают историю противостояния ниндзя корпорации зла Эта корпорация похищает и клонирует ниндзя, чтобы затем эксплуатировать этих клонов Нам же будет предложено взять под свой контроль троих наемных воинов Каждый из которых талантлив на свой лад И уже такой вот компанией сражаться с этой корпорацией Согласно плану, данная игра должна появиться в магазинах приложений уже в октябре этого года Ну что ж, а на этом я на сегодня заканчиваю Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Также вступайте в сообщество ВКонтакте, то есть с Android А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok